МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как привлечь кадры в производство? Молодёжная стратегическая сессия прошла в Сарове. Если работать, то на совесть. День местного самоуправления отмечают в России 21 апреля. Дарья Кормилю-Би, клуб Акбар, проводит боготворительную акцию. Далее расскажем по всём подробно. Молодёжная стратегическая сессия под руководством председателя ЗАГС Собрания Нижегородской области Евгения Люлина прошла в Сарове. На протяжении нескольких часов члены молодёжного парламента региона разрабатывали идеи, как привлечь высококвалифицированные кадры в рабочие профессии. Дефицит кадров, низкий престиж рабочих профессий, отсутствие единой концепции, многоуровневой профориентации, детский сад, школа, СПО, ВУЗ. Такие проблемы члены молодёжного парламента выделили на стратегической сессии подготовка высококвалифицированных кадров на производстве. Свои предложения по их решению юные политики разрабатывали на протяжении нескольких часов. Вообще молодёжь и молодёжный парламент, в частности, очень озабочены этой проблемой. И мы стараемся вносить те предложения, которые вместе с депутатами законодательного собрания и вместе с правительством Нижегородской области потом воплотятся в реальные проекты, которые помогут развитию кадрового потенциала нашего региона. Идей на тему, как выиграть битву за молодые умы, было много. Члены молодёжного парламента предложили возродить систему наставничества на предприятиях. По их мнению, эта практика незаслуженно забыта. Нужно восстанавливать престиж наставника, не стесняться материальные поощрения, моральные поощрения наставников. В общем, многое просто нужно восстановить из того, что было и совершенно незаслуженно забыто. И, конечно, в новых условиях обновить те традиции наставничества, которые всегда были в нашей стране и в нашем регионе совершенно точно. Для того, чтобы соединить теорию с практикой, предложили включить промышленников в учёные советы вузов. Студентам показать внутреннюю кухню заводов, чтобы они имели чёткое представление о будущей профессии. Итоги кропотливой работы представили эксперты. Сессия, которая прошла здесь, это только начало большой работы. Очень мне понравилась глубокая проработка тем. Видно, что ребята не только здесь, вот сейчас сходу набросали какие-то поверхностные идеи. Это очень глубокая работа до сессии. Это было заметно. Евгений Борисович об этом уже знал, как я понимаю. И посмотрим, посмотрим, в какие дальнейшие конкретные действия инициативы это вылится. По итогам стратегической сессии составят итоговую резолюцию. Те решения, которые вошли в неё, её члены молодёжного парламента региона проработают совместно с комитетами законодательного собрания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. День местного самоуправления отмечают в России 21 апреля. Дату праздника установили в честь изданий в 1785 году, жалованные грамоты городам. Этот документ положил начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Валентина Швалёва пришла на работу в администрацию более 17 лет назад. Начинался специалист второй категории. Сейчас работает начальником отдела дополнительного образования, отдыха, оздоровления, занятости Департамента по делам молодёжи и спорта. За многолетний добросовестный труд в этом году Валентина получила благодарность губернатора Нижегородской области. Наша работа, как правило, не видна населению. Это работа с документами, подготовка постановлений, порядков, регламентов, того, что позволяет учреждениям уже действовать в соответствии с законодательством. На муниципалитеты государство возложило ответственные задачи. От эффективности деятельности администрации во многом зависит состояние социальной инфраструктуры, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве территории и качество жизни граждан. Работа сотрудников администрации требует постоянной координации усилий. Постоянно меняющееся законодательство требует вносить коррективы как в регулярные задачи, так и искать пути решения новых. Благодаря тому, что в администрации работает слаженная команда, мы всегда легко находим решения любых ситуаций. Мне нравится видеть результат моей работы, который проявляется в развитии образования в наших учреждениях, который проявляется в деятельности лагерей и в целом организации занятых детей в летний период. Когда приходит посетитель и нам удается вместе решить его проблему, это всегда вызывает чувство облегчения и желание и впредь помогать людям. 21 апреля сотрудники органов местного самоуправления отмечают профессиональный праздник. Наша редакция поздравляет всех, кто труется в Доме администрации и работает на благо нашего города. Желаем вам здоровья, терпения, благополучия и успехов во всех начинаниях. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Необходимости в ограничительных мерах из-за кори нет, заявляет Роспотребнадзор. Там, где необходимо, применяются локальные меры, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, основная мера для борьбы с болезнью – подчищающая иммунизация. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан отменяли в Нижегородской области. Ранее вакцинироваться от коронавируса должны были не менее 60% работников компаний в сфере торговли, общепита, транспорта, образования, музеев, театров и кинотеатров. Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 сохраняется в регионе с конца февраля. В апреле в области было зафиксировано 3500 случаев заражения COVID-19. Это в 2,5 раза ниже уровня прошлого года. С 1 января по 14 апреля в адрес Госжилу инспекции Нижегородской области поступило 92 обращения через портал обратной связи «Косуслуги. Решаем вместе». Центр управления регионами рекомендует перед обращениями в ГЖИ потребовать разъяснений у управляющей компании, поскольку начисления зависят от показаний общедомового счетчика. ДУК обязан предоставить сведения, а также следить за исправностью счетчика, сообщает Центр управления регионами. Сыровчане могут принять участие в областном проекте «Свадьба трех поколений». Организаторы приглашают откликнуться семьи, в которых три поколения счастливы в браке. Важные условия – одна из супружеских пар, две или все три должны отмечать в этом году юбилей семейной жизни. Если два поколения в семье юбиляры, а третье только планирует бракосочетание в этом году, то их тоже ждут для участия в конкурсе. Заявки на участие в проекте принимаются до 20 июня на адрес электронной почты. официалсобака.закс.кремль.эннов.ру Татьяна Кощеева – лучший воспитатель Нижегородской области. В Нижнем Новгороде завершился региональный этап конкурса «Воспитатель года России». За победу боролись 59 участников из разных районов области. По итогам соревнования жюри присудила победу саровскому воспитателю Татьяне Кощеевой, которая теперь представит регион и наш город на федеральном этапе конкурса в Волгограде. Длинные майские выходные вместо новогодних. Депутаты предлагают на майские праздники сделать длинные каникулы с 1 по 9 мая без перерыва. Взамен должно пропорционально сократиться каникулы новогодние. Выходными останутся с 1 по 3 января и 7 января. Как к инициативе отнеслись саровчане, узнала наша съемочная группа. Ждать ли в этом году непрерывных майских праздников в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Продлить их планируют за счет январских выходных. Согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства в период январских праздников, утверждают авторы законопроекта. При теплой майской погоде у горожан будет больше возможностей отдохнуть на природе вне дома, что благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма и малого бизнеса. Как считаете, хорошая идея и почему? Ну, январские праздники лучше, конечно, на май перенести, потому что зимой делать нечего особо. А в мае можно куда-нибудь съездить. Положительно. Почему? Ну, потому что людям охота отдохнуть, у кого есть огороды. Ну, просто на природе отдохнуть и дома, домашними делами. Нет, я все-таки за январь, потому что там снег, солнце, лыжи. А в мае люди все уедут на огород и будут не отдыхать, а работать. Поэтому отдых должен быть отдыхом. Мне кажется, день не очень, потому что укорачиваются зимние праздники, новогодние. А мы, студенты, нам нужно готовиться к сессии. Мне бы не хотелось, чтобы переносили праздники на май, потому что в мае у нас очень много работы в школе. Это зависит уже от каждого человека, кто хочет праздновать, какое время года или обстановку больше любит. Я вообще считаю, праздников надо меньше. Почему? Я могу не сокращать. Смерть повышается в празднике. Так? Крем как медик. Человек просто медиком работает, поэтому у него такая... А так поработали, точнее отдохнули несколько дней и потом все на работу. Деньги зарабатывали. Вполне положительный к такому отношусь. Думаю, люди, особенно те, кто имеют садовые участки, вполне могут себе позволить ухаживать за своим садовым участком в полной мере или съездить куда-нибудь в семье и отдохнуть. Мне нравится. Очень. Потому что май, тепло, зимой можно и на работу ходить, на мой взгляд. Если депутаты быстро рассмотрят инициативу и поддержат ее, то продленные майские праздники могут появиться в производственном календаре этого 2023 года. В таком случае они составят даже не 8 дней, а 11 за счет последних субботы и воскресенья апреля. В Сарове стартовала весенняя неделя добра. В ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, сотрудники городских предприятий, пенсионеры. Традиционно во время весенней недели добра большое внимание уделяют оказанию помощи приютам для животных. Подробности далее. Благотворительная акция «Дари, карми, люби», которую придумал клуб «Акбар» ежегодно проходит весной и осенью во время недели добра. Ее цель – помочь волонтерам, которые собирают и выхаживают животных с улиц. Самого необходимого – кормов и ветеринарных препаратов – всегда не хватает. Рассчитывать добровольцы могут только на себя и неравнодушных горожан. От нас всех и зависит. Будут они кушать, будут они обрабатываться, будут они лечиться. Ну и поэтому, конечно, мы стараемся им помочь. Почему-то именно в неделю добра мы собираем крайне много именно еды и средств. То есть как раз нам хватает на три приюта спокойно и им хватает еды, наверное, где-то на неделю. Ну, понятно, что животных много. Помимо кормов и лекарств нужны старые ковровые дорожки, линолеум, пледы, постельное белье, наполнители для лотков, игрушки для котят и щенков. Все это отправляют в три частных приюта – кошачий мордом, приют «Путь добра» и «Твори добро». Не только в приюты, потому что у нас есть люди, просто люди, не приюты, а просто люди, которые помогают животным вот этим, которые попали в беду. Тоже мы столкнулись с этим, наверное, в этом году у меня получилось, что человека три позвонило, что нечем кормить животных, а они как раз помогают таким вот. То есть в квартире у них живот, ну, пускай, конечно, не такое количество, как у девчонок в приютах, но все равно большое. И понятно, что человеку задержать трудно. Приносить пожертвования для животных можно в ОБЦ «Носилки на 10-1» и в библиотеку Саровского медицинского колледжа. Телефон для справок – плюс семь девятьсот три ноль сорок восемьдесят восемь шестьдесят. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ежегодно в Сарове регистрируют от 200 до 400 случаев укусов клещей. Весна – время их наибольшей активности, когда нужно быть особенно внимательными при посещении лесов и парков. Не все городские территории обработаны, и клеща можно поймать даже на газоне. Клещи активизируются, когда устанавливаются плюсовые температуры днем и ночью. Паразиты могут быть носителями инфекционных заболеваний – вирусного клещевого энцефалита, клещевого бролиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Определить, какой клещ укусил – здоровый или больной – возможно только в лаборатории. Если больной клещ, то в течение 72 часов проводится экстренная антибиотика-профилактика для того, чтобы не развелось заболевание. У нас в городе две лаборатории проводят исследования. Это лаборатория на клинической больнице номер 50 и лаборатория Центра генопедемиологии номер 50. Исследования эти платные, но желательно, конечно, провести исследование, чтобы понять. По словам специалиста, в Сарове клещевой энцефалит не встречается. В основном регистрируют клещевой бролиоз. Но на территории Нижегородской области 15 административных районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. Этот вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему и дает различные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы собираетесь выезжать за пределы города или области, то врачи советуют перед отъездом сделать полный курс вакцинации от энцефалита. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Клещевой бролиоз тоже может быть опасен, если человек не получит вовремя антибиотиковую профилактику. В этом случае может развиться хроническое течение болезни, когда поражается нервная система. Клещ обитает на кустах, деревьях и высокой траве. Поэтому, собираясь на прогулки в лесной местности, обязательно надевайте одежду, которая закрывает все участки тела. Клещи очень хорошо будут видны на светлом фоне. То есть одежду надо одевать в светлых тонов. Имейте в виду то, что открытые участки тела больше подвержены нападению клещей. Значит, надо иметь воротничок, который плотно прилегает к шее, на запястьях манжеты, на обувь должна быть плотно прилегать к щиколоткам. Если вы заметили на себе клеща, то вытаскивать его необходимо в чистых медицинских перчатках. Но лучше обратиться за специализированной помощью в медицинские учреждения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА